Престольный праздник отметил Знаменский храм в старинном русском селе Воскресенском. Поздравить прихожан приехал митрополит Челябинский и Меаски Никодим. Божественную литургию архипастер совершил в сослужении секретаря Челябинской епархии Протерея Игоря Шестакова, благочинного Каслинско-Снежинского округа Иерея Валерия Борисенко, настоятеля храма Протерея Евгения Осипова и других клириков. В своей проповеди правящий архиерей напомнил, что икона Божией Матери Знамения прославилась в XII веке, во время междоусобной войны между суздальцами и новгородцами. Когда суздальцы подошли к Новгороду, они желали захватить город, обогатиться, убить жителей города. А новгородцы молились, чтобы Господь сохранил их дома, сохранил храмы, сохранил их жизни и жизни близких людей. И с иконой Божией пошли крестным ходом по стенам города сего, уповая на то, что Матерь Божия защитит их от пагубы и разрушения. Несмотря на то, что крестный ход новгородцев двигался без оружия, суздальцы начали обстреливать молитвенное шествие. Одна из стрел попала в икону Божией Матери. Из глаз Пречистой Девы полились слезы. Страх нападает на суздальцев, и они бегут от стен Новгорода. Икона Божия Знамения почитается каждым христианинам. И не важно, что у кого-то предки были новгородцами, а у кого-то суздальцами история сглаживает все. Ибо все мы, подшествуя из этого мира, правые и неправые, стоим пред престолом Божиим, ожидая суда Господня. После праздничного молебна и крестного хода митрополит Никодим тепло поздравил верующих с праздником и всем пожелал молитвенного представительства Царицы Небесной. Настоятель храма Протерий Евгений Осипов поблагодарил владыку за посещение и совместную молитву. Храм в Воскресенском, освященный в 1835 году после революции, был закрыт и пришел в запустение. В 1979 году экспедиция Академии наук признала церковь великолепным образцом классического стиля. Исследователи отмечали прекрасное соотношение масс, целостность и гармоничность здания. Однако восстановление произошло лишь в 90-е годы, после возвращения храма верующим.